Добрый день, друзья! Меня зовут Сергей, и сегодня я буду варить борщ с молодой свеклой. Для этого возьмем говядины кусочек, грамм 700-800, качан капусты, 3-4 молодых свеколки, луковицу, картофелину, морковь, чеснок, чуть-чуть нам понадобится лимона и пучок свежей зелени. Итак, для начала ставим варить мясо. Итак, мясо закипело, я снял пену. Теперь следующий этап – подготовка свеклы. Свеклу я готовлю в кожуре, можно ее отварить в кастрюле, можно, как я это делаю, сделать в пароварке. В пароварке время приготовления свеклы 1 час. Овощи очень полезны, и при готовке в пароварке сохраняет все витамины и полезные вещества. Морковку, лук и чеснок нарезаем и ставим пассеровать на подсолнечном масле. Морковку, лук и чеснок. Готови. Кориево. Белоров. Готови. Белори. Готови. мясо варится бульон кипит здесь пассеровка морковку с луком мы запассеровали до золотистого такого цвета теперь отправляем в кастрюлю где варится мясо когда варите такой сложный суп как борщ не наливайте полную кастрюлю потому что суп многокомпонентный здесь будет и капуста и свекла и картошка оставляйте обязательно место не наливайте полную кастрюлю пока варится мясо подготавливаем овощи свекла сварилась прошел час готовность свеклы проверяем вилкой если вилка свободно входит свеклу значит свекла сварилась режем кубиками картошку и капусту и а а и и и и и и и и и мясо сварилось закладываем картофель и капусту все это доводим до кипения и вариться это будет минут 15-20 теперь свекла после того как мы ее очистили от кожи натираем на крупной терке после того как свеклу натерли берем лимон отрезаем вот такой кусочек и сок лимона добавляем свеклу добавляем для того чтобы цвет борща был насыщенный ярко-красный и перемешиваем после этого все перемешиваем свекла готова для закладывания в борщ капуста с картошкой готова сварились они минут 20 теперь закладываем сверху вот такой борщец получается значит добавляем сюда чайную ложечку сахара соль соль лучше добавлять по вкусу лавровый лист и перец и зелень укроп петрушка все это перемешиваем закрываем крышкой доводим до кипения и снимаем с плиты борщ будет готов борщ закипел выключаем перерешиваем готов и отставляем в сторону такой вкусный борщ ставьте лайки и много-много лайков а